Женская дота, медленные баны, всё логично. Остаётся только надеясь, чтобы игра не длилась 2 часа. Когда все зарываются на своей территории, начинают тупо фармить. Никакого экшена, а крипы, крипы, крипы. Ну, странно, улетел от World of War, хотя его можно было к себе пикнуть. И вот теперь первый пик у нас за дайр. Вот лич, как я и говорил, потому что нужно было банить. Потому что вот этот вот дядя ледяной может испортить всю игру. 10 секунд. А вот, видимо, команда Radiant изначально не продумала свой пик. И вот теперь теряют время для того, чтобы пикнуть всего лишь два первых пика. Уже идёт дополнительное время, которое уже почти закончилось. А пика до сих пор нет. Быстрее нужно думать, потому что это плохо скажется в Darkseer. Ну вот, хочу увидеть хоть раз в связке с Darkseer кому-нибудь Магнусы. В принципе, он может быть, там, Darkseer идёт на сложный у нас, а Магнус у нас пойдёт в мид. И луна. Так, второй пик у нас за дайр. Вивер. Так, ждём третьих банов. Вот насчёт вивера интересно, это будет вивер, который будет фармить, либо вивер, который будет стоять в харде и стараться, как бы, тоже подобивать крипов с помощью шакучей. Потому что вивер очень разнообразный герой. Не в плане управления, а в плане местоположения в игре. Так, в банну слетает Нага. И вот если какая-то команда не хочет взять себе Неча с профитом, то лучше его забанить. Потому что команда другая, может его пикнуть, и это тоже плохо скажется. Так, Doom у нас. Я думаю, инвокера в голову никому не придёт забанить, потому что вряд ли будут пикать. 5 секунд. Кристалл Мэйден Помнят всё-таки Слэмочку. И Магнус. Так, Дисраптор третьим пиком у нас залетает. И Рубик. Вот такие вот герои, как и Рубик, там Лич, их вообще нельзя отдавать. Так, ждём четвёртого пика от команд Радиент. Воу-воу, что я пропустил? Чена пикнули? Никогда не подумал, что в женских коллективах хоть кто-то умеет играть на Чене. Вот же руки заплетаются. И Темпларка. Вот на данный момент у Радиент пик выглядит намного лучше. Но, опять же, вот этот вот Чен с трудной герой. И вряд ли на нём очень хорошо кто-то умеет играть. А если умеет, то это вообще плюс. Я лично готов руку пожать. Или что-нибудь другое. Так, пошли у нас последние баны. Войд. И вайпер. Осталось пережить два пика и начнём смотреть, я надеюсь, очень занимательную, интересную доту с Мори Экшена. Убийство крови. Ух ты, инвокер. Вот это я удивился. И Мираны. И Мираны. Так, ждём пока у нас все пикнут героев своих и начнём игру. Так, Диуан у нас будет играть на Дизраптоле. Лера Рэй будет на Чене. Индекьют на Дарк Сире. Здесь же Мирай на Луне. И Невер Вин на Инвокере. За команду Дайр у нас будет играть Акаша на Вивере. И Инки на Темп Рассасине. Штучка на Личе. Годес на Арабике. И Мирай Ми будет у нас играть на Миране. Какие-то странные манипуляции у нас на карте происходят. Всё пикает и переливается. О, Вард поставили. Один, второй. Ой, Лич поймался. Мирана, где стрела? Фёрст Блад, скорее всего, будет на Личе. Да, и Луна у нас забирает Фёрст Блад, убив заблудившегося Лича. Игра ещё не началась, а у нас уже есть первый фраг. Так, расстановка линии Луны у нас. Дизраптор и Чен будут стоять в трипле. Чен, скорее всего, в лесу. Инвокер будет нас стоять на Миде. Дарксир будет нас стоять в Харде. Против него будет стоять Триплай с Рубиком, с Мираной и с Личом. На Миде у нас будет стоять Темплый Ассасин. А на, так сказать, на Харде у нас будет стоять Вивер. Только в данный момент я вижу расстановку линии 2.2.1. Вот пауза ставится, лаги, наверное. Вот пауза ставится, лаги, наверное. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, все у нас в сборе. Нужно ждать, пока снимется пауза. Ни одна игра не обходится без проблем. То лаги, то вылеты, то еще что-нибудь. Как будто как только начнется игра в доте, так сразу создается какое-нибудь энергетическое поле вокруг игроков. И все жизненные силы просто высасываются. Так, Мирану здесь бьет Дарксира. Дарксир все-таки уходит. Да, в принципе, и уйти ему была не проблема. Это такой ганг, типа, это моя линия, нечего здесь сделать. Вот на Меду на смерти расстояние будет очень интересное. Но Темпор Ассасин по дефолту должна выигрывать линия у этого мага, так сказать, блондина-инвокера. На самых начальных уровнях он слабый. Дабл стайки у нас здесь Рабик фармит. Так сказать, пока ничего не происходит. Луна-инвокер уходит. Луна-инвокер уловит, у луны остается меньше половины хп. Вивера возвращает на место, и луна со 100 хп уходит. Луна-инвокер уловит. По крепам нас на данный момент Чен впереди. Вот я очень хочу увидеть Чена в каком-нибудь массовом замесе. На миду у нас ничего интересного не происходит. По очереди друг другу кусают. В принципе, как и на боте. Самый интересный экшен в данный момент у нас в лесу. Так, в погоню за луной вивер, тычка от леча прилетает и мирана просто, извиняюсь, луна у нас просто уходит под тавр. Дальше за ней обязательно никто не пойдет. Так, поймали нас здесь Дарксира, Слестрева и Дарксир у нас съезжает. Один-один. По графикам у нас Файмс Элемент впереди. Луна у нас на лоу хп уходит, за ней никто вдогонку не погнался. Хотя вивер, по идее, бы мог обойти через лес, через Шикучи. А по Галдишку у нас все ровно. Здесь в лесу у нас Чен встретился с Личом. Вот, беспалевный вард был. Поймали Чена, бьют Чена. Сейчас, скорее всего, будет залетать стан от Кентавра. Залетает, но сейчас все равно умирает. Вивер забирает фраг. Залетает фраг. Очень интересная прокачка. Я бы на его месте, чем третий уровень скилла, чтобы ману воровать, я бы себе броню лучше бы вкачал. Потому что у вивера брони не так уж и много. И, как бы, если у него дать побольше брони, ему меньше урона будет влетать. А у вивера, так понимаю, мейнкерри. Так, вивера у нас здесь поймали, через Шикучи уходит спокойно. Так, на бот у нас выдвигается инвокер с Чена. Руна у нас на боте лежит дабл дэмэдж. Ее сейчас заберет нас Темпур Ассасин. Вивер ловит вивера. Вивер Шикучи. Прилетает у нас Торнадо. Умирает у нас руна. Точнее, Темпур Ассасин. Темпур Ассасин пришла как раз с ДД и сейчас спокойно всех разберет. Потому что останавливать ее некому. Чену очень больно. Но Чен все равно ушел. Что-то я сегодня заговариваюсь. Так, инвокер у нас здесь поймал Рубика. Промахнулся Торнадо. Ловит у нас здесь стрелу Мираны. И у нас Рубик спокойно уходит под ультой Мираны. На миде у нас остается на фрифарме Темпур Ассасин. А на боте тем временем чуть не убили Мирану. По гриппстату у нас очень интересное происходит деяние. У Темпур Ассасин 41, а у всей остальной команды в два раза меньше. То есть в смысле не в сумме, а у Мейн Кэрри. На боте у нас Инвиз. Инвокер все-таки решил вернуться на мид. На топе у нас Дарксир просто хранит свою вышку. Тут ловит у нас Дизраптора. Залетает ульта Лича по крипам. Умирает Вивер. Пришла сюда на сцену Ассасин под Инвизом. Бьет Руну. Руна все-таки улетает. Остается один Чен. Чен должен отъезжать. И Кентавр Чена туда же. Инвокер пытается задунайдить. Не получилось. Сейчас за это поплатится. Хотя нет. Никто за ним не пошел. А Инвокер решил надавать в ответочку там Брасатин. Ах этот инвокер. Сейчас было бы эпично. Торнадо заряжает и умирает от грибов. Наши не читают. Наши не читают. Наши не читают. Наши не читают. Субтитры сделал DimaTorzok Дизраптор в лесу загулял, он ультует Руно, хорошо ультует, кстати, забирает у нас все Лича. Сейчас сюда же должен приходить Чен, но Чен все-таки здесь, Вивер прожимает Шикучи, бьет Руно. Сейчас должен быть Клаб, нет, все-таки Шикучи, там туда не пойдет, он понимает, что там вар там, что там уже убивали, все-таки он умирает, Чен забирает фраг. 5-6. А по голдушку у нас все ровно. А это уже интересно, у нас Темпер Ассасин покупает Блинк Даггер. Игрались бы у нас Кэптоинс моды с Абилити Драфтом, вот это было бы жестоко. Так, нашли у нас здесь вард вражеский в лесу, но не успели его завалить. А тем временем уходят вард, который только что воткнули здесь команда Дайер. Интересная ситуация. Тем временем весь экшен у нас происходит на боте, три игрока с обеих сторон здесь сконцентрированы. Только вот Чен решил перетянуться в лес. Так, ультует у нас здесь Лич, собирает Дизраптора. По мне так не надо было ультовать. Он так бы здесь отъезжал. Только теперь 140 секунд без ульты. А за эти 140 секунд может столько всего произойти, и моменты, в которых ульта бы хорошо заехала. Так, заезжай сюда на бот Инвокер, кидает ЭМП, ловит Рубика, Рубик умирает. Вивер Шикучи и убегает. Пришла сюда у нас Мирана. Вивер у нас пошел в лес, увидел целую кучу крипов, тщены. Здесь же у нас с Миды пришла темп ларка и назад ушла. Так, залетает у нас стрела от Мираны по Инвокеру, Инвокер у нас отъезжает. Прожимается ульта Мираны, поймали Чена, Чен тоже умирает. И зоопарк Чена тоже должен умирать. Просто добрый дядя Чен ходит и крипов отдает, и сам отдается. По графикам уже видно, что преимущество у Дайера 8000. По опыту, а по голде... Ну, в принципе, по голде оно тоже есть. Такое небольшое, в 3000 всего. Но это один замес проигранный, преимущества нет. Чен покупает Мекку, 14-ая минута. Че-то у нас здесь смеются. Залетает стрела от Мираны, попадает под Арксеру. Какие же все-таки Дайер хитрые. Убили Курьера. Из леса настреливают. Залетает еще одна стрела и попадает под Дизраптор. Дизраптор умирает, а тут же должен умирать Даздарк Сея. Здесь же у нас и пропустил в лесу умер Инвокер. 6-12 тем временем счет. Как же Радиан все хорошо начинали, забрали ФБ. Дайер's top tower is under siege. Ну вот нельзя так делать. Ничего не происходит, и все просто стоят, смотрят друг на друга. Так, залетает ульта Чилича, как вот о чем я и говорил. Залетела, дамажила. Размен у нас получился. Тембуро Ассасин забирает Дарк Сея и в то же время забирает Лича. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. хоть когда-нибудь где-нибудь товар хоть один упадет сделать мне подарок и на 20 февраля на все последующие праздники так опять на стандарт торнадо залетать танвокер и mp залетает рубик нас вообще остается без маны рубик интересный закуп такой магистр у нас так наметенно сочетает падать товар будет ли глиф прожиматься нет не будет это печально ну вот по золоту уже в 5000 преимущество удар по опыту уже в 9000 что тут говорить есть просто очевидный матч что вот дайр должны выиграть потому что five elements и получше игра пошла хотя начинали не они и и начать и рука говорится дело плевое самое главное ты и удержать своем русле а не отдать в русло противника видели это дерзкий план капкан рано си покупает манту стайл взлетает торнадо ульта отличая ульта от мираны темпу рассасим очень больно она уже на меньше половины хп видит у нас здесь вивера бьют руну но все-таки вивер умрет потому что у дамаг побольше хилка от члены он уходит рубик умирает нет рубик все-таки не умирает а должен был она топить и временно смирана пушит двадцатая минута лич купил себе мекку сейчас вивер у нас сделает себе линкин сферы начнется абсолютно другая игра так 4 игрока команду дай у нас собрались на боте пушит товар товар у нас отдают мотоцикл татуе пушит победитель Algun прежать дети м Тем самым временем у нас вивер фармит лес, стекаются у нас здесь на мид, поймали мирану, гора не очень больно, но миран должна уходить, прожимается здесь и эмп от инвокера, темпор ассасин юзит у нас невидимость. Как же все-таки темпор ассасин везет на руны? И вот я о чем говорю, ничего у нас не происходит. И вот я о чем говорю, ничего у нас не происходит. Интересное решение у нас здесь на инвокере, приобрести некромикон. Пожалуйста, смог. И сейчас должны встретиться у нас инвокеры и дайер. А инвокер хитрый, потому что здесь стоит вард. Эх, сейчас как ульта Личабу залетела. Так, вивер всех поймал жуками. А тем временем мирану у нас пушит топ. Инвокера просто нечем ловить мирану. Интересная прокачка у инвокера. Вивер у нас бьет луну. Сюда приходит Чен, хилит все это дело. На боте у нас разбивает варды. Так и надо играть на 25-й минуте. Сюда у нас только отвернуться. Так, вивер у нас здесь забирает Чен, ровит Дизраптора. А темпу, ассасин забирает Дизраптора. На топе у нас мирану забирает тавр. На топе у нас появляется рунная иллюзия. Вот я о чем говорил, правда. У вивера она появилась в 26-й минуте. И сейчас вивера просто зацепить будет нечем. Так, Рубик у нас здесь торнадо своровал. Пушится у нас тавр на боте. Залетает торнадо инвокера, самого же инвокера, жуки. И прожимается глиф, только смысл, если они сейчас все равно тавр не спасут. Но он все-таки у нас динайлы. Пловит темпу, ассасин, но темпу, ассасин нету, маны. И скорее всего она умирает, да. Здесь же пытались забрать вивера, но не получилось. Вот как раз его линка и спасла. Амиран тем самым временем у нас пушит мид. В Рубик приобрел форстаф. Так, поймали Рону, он у нас умирает. Тут же пришел Дизраптор, Дарксир. Будут ли ловить? Нет. Чен с крипами. Так, Вивер у нас поймал Чен, но Чен все-таки должен телепортироваться. Нет, он все равно телепортировался. Тайминг. А если бы еще доли секунды, он бы умирал. Так, здесь погоня за Дарксиром. И за Дизраптором. Прилетает на сторнадо от Инвокера. Да, Дарксир все-таки умирает. Так, погнались дальше за Дизраптором. Дизраптор умирает, остался один Инвокер. Инвокер должен все-таки по Тавру ходить. Здесь же Чен телепортирует Инвокера на базу. Инвокер купил себе второй Грейт Некров. Амиран занимается влюбимым делом. Пушит у нас топ. По графикам уже преимущество колоссальное. Как и по опыту, так и по золоту. Вот и правильно, нужно забирать Рошана. Потому что помешать тебе будет некому. Да и желания у Радиент не будет. У команды пояса он фэм атак. Ну, я так понимаю, собрались заканчивать. Нужно просто собраться целиком и идти по миду. И закончить уже наконец эту игру. Потому что здесь и так все ясно. Печально, конечно, я хотел увидеть Чена, который бы хоть что-нибудь сделал. Но в данной игре Чен не сделал ничего. Кроме того, как нафидил. О, инвокер у нас умирает. Залетает ульта отлича. По всем сейчас. Ой, дизраптор у нас должен умирать. Умирает у нас Чен. Умирает Мирана. Это Тим Вайб. В исполнении команды Дайр. 5 ароманс. И Радиент у нас. Плэйс он фэм атак пишет ГГ. Гуд гейм. Поздравляю команду Файформи с победой. Показали наивысший класс своей игры. Продолжение следует... Продолжение следует...